Окей, ladies and gentlemen, это вообще ни разу не обзоры часов, не рассказы про часы, ничего. Это просто исключительно мои личные собственные эмоции, впечатления и мысли о новинках Watches and Wonders 2023. Окей, все, это персидский, срочно погнали. А, да, кстати, by the way, customary wristwatch check. Today I'm wearing my Glycine on a quartz movement on a beautiful white rubber strap that perfectly matches my white shoes. I'm super happy with this one. Так, ну что, мы пробежимся не по всем новинкам, далеко не по всем, а только по очень некоторым, которые меня зацепили и про которые я бы хотел вам рассказать и отметить, и вообще to point out, что называется, да. С чего начнем? Наверное, с моих любимых Takhoer. Takhoer Carrera Plasma Turbillon. Большие часы 44 миллиметра, алюминиевый корпус черного цвета. В него интегрированы 48 искусственно выращенных бриллиантов. В браслет интегрированы 34 бриллианта, а на безеле 26 бриллиантов. И обратить внимание на самый главный бриллиант сего изделия – это заводная головка в 2,5 карат. Что я вам могу сказать? Друзья, по-моему, это очень классные часы. Да, вы прям вот удивлены, что я так про Takhoer. Но мне кажется, в них есть какой-то вот такой вот шарм, изюмка. Мы все очень любим изюмки. И они смотрятся и оригинально, и брутально, и спортивно, и классически. И вообще молодцы, супер. Ну, просто классно они разбросали вообще по всему корпусу бриллианты. Согласитесь. И еще один важный момент, на который прям вот эти бриллианты, рассыпанные по корпусу, они отвлекают от, на самом деле, крутого циферблата. Циферблата тоже крутой. Посмотрите. Поликристаллический бриллиантовый циферблат. Такое впечатление, что какой-то мелкой крошкой бриллиантовой вот насыпано там. И прям циферблат, но очень классно смотрится тоже гармонично. Самое главное, гармония. Вот в этом же тоже изюминка, что мне очень нравится. И индексы часовые тоже очень перекликаются хорошо с бриллиантами, разбросанными на корпусе. И вообще вот вся картина, вот вся композиция, я бы сказал, 10 из 10. Прям такой порадовал. Ну вот чисто внешне, вот чисто, вот если забыть весь мой хейт, и если вот, нет-нет, вы не думайте, у меня такой, не начали они мне платить, нет. Просто мне реально понравилась эта модель. Почему нет? Why not? Дальше пробежимся по моим любимым Фредерик Констант, которых вот я до сих пор их люблю, прямо всеми фидрами, фидрами. Всеми фидрами своей души. Вот что бы они ни делали, ну практически, что бы они ни делали, все очень классно, и я в восторге. И сейчас, в 23-м году, они вышли вообще с суперклассной моделькой. Сейчас я вам ее покажу. Но для начала, один маленький уточняющий момент про Фредерик Констант. За всю их немногочисленную историю, ну сколько им там, 25 лет или сколько, я уже сбился со счету, они, между прочим, добрый вечер на секундочку, выпустили более 30 мануфактурных калибров. Я считаю, что это просто выдающееся достижение для такой компании молодой, да, и относительно маленькой, ну прям вот просто респектусики, уважуха. Так вот, в 2008 году они выпускают механизм, свой собственный калибр с турбионом. И в этом году, в 23-м году, они делают реновацию, модернизацию этого калибра и запихивают в маленький 39-миллиметровый корпус из розового золота. Максимально классные, красивые, элегантные, восхитительные часы, я не побоюсь этого слова, восхитительные. В 39 миллиметров запихнуть еще и турбион, собственный калибр, розовое золото, simple clean design, шик и блеск, Фредерик Констант, что вы делаете, я просто не представляю. Стоят эти часы с турбионом 27 тысяч долларов. Конечно, это немножко капец, как дорого для тех людей, которые рассматривают вообще к покупке такой бренд, как Фредерик Констант. Но, если мы сравним с другими турбионами на рынке, да, если это швейцарские турбионы и так далее, которые сделаны в Швейцарии, то 27 тысяч долларов в корпусе розовое золото, это как бы вообще супер афордабл, а у них, кстати, и этот слоган такой, афордабл лакшери. Что нужно еще для беспроигрышного варианта? Турбион, симплисити и все. Все. Эта лимитка, кстати, всего лишь 150 экземпляров будет этих часов. Так что, если хотите вдруг себе настоящий крутой турбион, да еще и розовый, блин, я влюбился вообще в эту модельку, очень классная. Да, ну и, кстати, говоря о том, что мне нравятся вот эти внимания к деталям и изюминке, опять же, обратите внимание, а где в этих часах секундная стрелка? А она есть. Вот так, казалось бы, сразу же и не скажешь, что есть секундная стрелка, да? И что она вынесена на 6 часов. И что она именно там, где турбион. Вот посмотрите внимательно, как она запрятана элегантно. Красиво, утонченно. Блин, это же так классно! Поправьте меня, вы где-нибудь еще видели секундную стрелку, спрятанную вот так вот в турбион? Я, по-моему, не видел. Ну, Фредерик Констант просто. Well done. I'm impressed. Давайте теперь поговорим про IWC, которые вышли со своим новым инженер. В 40 миллиметрах они выпустили модель, которая выходит там в, по-моему, сером, черном, зеленом циферблатах. Сейчас, ребят, это сложно. Вот это самый сложный момент в этом ролике. Я как бы и в восторге, и очень злой. Сейчас объясню, почему. Я уже говорил, вот, допустим, они выпустили недавно свои новые 20-е марки, которые на мануфактурном калибре, на мануфактурном механизме, который действительно полностью сделан в стенах IWC, но он на базе этажки. И, в принципе, я ничего не вижу в этом зазорного, если цена адекватная, понимаете? Вот если нормальная цена адекватная, вот взять марки 20-е с такой же спецификацией, как вот этот новый инженер, но марки 20-е стоят в два раза дешевле. Инженер на этажке, вот если, грубо говоря, это этажка, да, то есть база, то есть архитектура, этажка. Но, ё-моё, я что-то не понял. Да, там есть они в Титане, в Титане они вообще стоят 13 тысяч евро. Карл, 13! Ёпс Тодей! Тысяч евро! Ну, или 11 тысяч долларов там, листель прайс за стейнлест стил. 11 тысяч долларов за тот же самый механизм, который стоит в марках, который в два раза дешевле. Неужели дизайн Джеральда Дженте стоит так дорого? Нет, мы все понимаем, кто такой Джеральд Дженте. Мы его ценим, любим, помним. Мы его, как бы, ну, ну, всё понятно, но не настолько же. Я что-то, вот что-то здесь IWC, вот что-то они попутали. Что-то они попутали, нельзя так, нельзя так. Да, это чуть-чуть дороже, конечно, чем марки, естественно, это понятно. Но не в два же раза. Как так получилось, я что-то не понял. Вот прям я даже уже, вот даже уже чуть-чуть злой на IWC. Да, красивые часы. Да, Джеральд Дженте. Да, интересные грани. Да, линии. Да, вот этот узнаваемый дизайн. Да, он такой вот индустриальный, урбанистический. Да, всё классно. Да, цифроблат интересный. С принтом. Да, вот our markers здесь тоже такие классные. Да, вот у них там есть такие заклёпки, винтики на безеле. Тоже всё это прикольно. Это всё прикольно, но и всё. Это просто прикольно. Это просто прикольно. Где value for money? Люди хотят, помимо дизайна, всё равно value for money. Я вам сейчас покажу, подождите. Я вам сейчас покажу, как только вышли эти часы. Вот посмотрите, сколько постов за первые два дня. За первые три дня, ну ладно, четыре. За первые четыре дня сколько постов у IWC в Инсте. Пройдите же часы. Я, знаете, листаю ленту, думаю, опять инженер, опять инженер, опять инженер, опять инженер. Ну просто вот они по пять постов в день мочили. И, кстати, большинство комментариев нелицеприятные относительно цены, потому что это перебор, я согласен. Вот, блин, зачем это портит отношения фанатов? Ну фанаты, они же не тупые, они всё понимают прекрасно. Ладно, напишите, что вы думаете по поводу этих инженеров. Мне будет интересно послушать ваше мнение. Идём дальше. На очереди Rolex. У Rolex есть новинки. И, смотрите, интересно, давайте начнём с той, которая первая бросилась мне в глаза. И это Дайтона, новая Дайтона. И там, на самом деле, мало отличий от старой Дайтоны. Ну, чуть-чуть они стали потоньше. Плюс чуть-чуть Our Markers стали потоньше. Но самое главное – это сабдайлы. Сабдайлы стали поуже. Вот присмотритесь, да, сравните со старой Дайтоной, посмотрите на новую. И мне очень понравился мем, который гуляет по интернету, сравнение с пандой. И мне кажется, это очень такое наглядное сравнение. И, блин, чёрт поверье, это правда какая-то. То есть, ну, вот уже не воспринимается Дайтона с такими мелкими сабдайлами. Вот кажется, уже что-то не то, как будто вот панда без кругов под глазами. Ну, согласитесь. Ну, но Дайтона, она и в Африке Дайтона, и всегда останется Дайтона, и хорошо выпустили они новую Дайтону. Типа, ну, так и хочется сказать, а мне-то что? А, да, кстати, они ещё выпустили одну Дайтону из Палладия. Из Палладия, да, по-моему? Платин, 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 платины. Какой Палладий? Платиновая Дайтона. Что это, подождите, за... Платиновая Дайтона, и какая Палладия? Короче, ну, факт в том, что эта Дайтона стоит 80 тысяч долларов. И, внимание, у неё прозрачная крышка. Там, конечно, не такой декор у этого механизма, как, скажем, у тех же Ваширон или Гласс Хютт. Но, но всё равно, да, это, конечно, не за 80 тысяч долларов декор, но... Но это Дайтона. Платиновая, да, платиновая. Почему я сказал Палладиевая? Блин, или всё-таки Палладиевая, что-то я ступил. Многие жалуются на то, что ролик скучный. Что он бесчувственный, что он для тех, у кого нет вообще стиля и так далее, вкусы. Что он такой вот чёрный, мрачный, серый. Пожалуйста, новая новинка от Rolex. Rolex Oyster Perpetual Celebration Dial. Celebration Dial. Вообще просто. Perfecto. Как назвали этот циферблат на портале Ходинки? Психоделические пузыри. Ну, блин, серьёзно. Вообще, реально, психоделические пузыри. Этот циферблат, вы знаете, это, конечно, для тех, у кого уже 150 тысяч миллионов дайтон и... Этих Perpetual'ов и так далее и тому подобное, у которых уже есть и Тиффани, и у которых уже вот всё, там... Карманы лопаются от денег, и вот им делать нечего. И, конечно же, они себе купят вот эти психоделические пузыри. Более того, я вам скажу, что я думаю, что этот Oyster Perpetual будет ещё в большем дефиците, чем Тиффани, и люди будут ещё больше сходить с ума по нему. И мне кажется, что он ещё дороже будет, чем у Тиффани. Вот мне так кажется. Потому что, смотрите, сейчас вот... Посмотрите элементарно на показ мод. Вот моду, моду. Вот подиумные показы. Люди сходят с ума, и людям это нравится. Поэтому вот какой-то такой крэйзи дайл от Rolex, это на самом деле зайдёт, я уверен. 6 тысяч долларов ритейл. Ну вот увидите, что это будет 26. Запишем. Вот персидский сейчас это сказал. Посмотрим, что будет на самом деле. Rolex, кстати, не остановились на этих пузырьках. Они выпустили ещё и женскую модельку, которая не пузырьки, а эти пазлы. Пазлы. Это Rolex Day-Date с бриллиантовыми часовыми метками и эмодзи вместо дней недели. Там слова, в общем, на этом циферблате. Там вера, надежда, любовь. Потом что там ещё есть счастье. И ещё, по-моему, вот два. Короче, я не помню сейчас. Но, в общем, там вот эти слова вместо дней недели. Тоже абсолютно фановые часы. Просто абсолютно такие крэйзи сорви голова. Исключительно для веселья те, кто кайфует от того, что у них слишком много денег. Вот эти двое часов у Rolex, они несерьёзные. Но среди новинок, помимо Daytona, серьёзные, есть ещё одни серьёзные часы. Это Yachtmaster 42. 42 миллиметра. Классные, крутые часы. Сильные, такие мощные. Очень пропорциональную модель они выпустили. Это титановые часы. Они очень лёгкие. Посмотрите, крупные метки часовые. Керамический безель. Причём это матовая керамика. И опять же, вся композиция очень классная. Часы на любой случай. И на пляж, и в офис. Реально. Вот такие часы я уважаю. Всего лишь каких-то 14 тысяч долларов. Но мне очень понравился один комментарий в Инстаграме, что типа, о, ура! Rolex выпустили ещё одни часы, которые я не смогу достать. И реально вы их тоже фиг достанете. Точно так же, как эту самую Daytona. Вообще, вот даже, вот посмотрите. Люди пишут, что часы, которые сложно достать, не купить. Нет, они не очень дорогие. 14 тысяч для Rolex, для такой вот титанового корпуса и так далее. Это не супер дорого. Но их не достанешь. Достанешь. А если достанешь, то не за 14 тысяч долларов, а за 34 тысячи долларов. Прикольно. Тьюдор. У Тьюдора есть новинки. Их много. И там они Royal поменяли, чуть-чуть изменили. Ещё у них есть модели, на которых я не хочу останавливаться, потому что они мне не очень интересны. Но там они корпус уменьшили, и толщину уменьшили. И там где-то что-то, вот они там проработали. Вот всё очень классно, интересно. Меня интересует только одна модель. Это Black Bay GMT с опаловым циферблатом. Опалин Дайл. Очень, 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 очень красивый циферблат. Мне он очень понравился. Я же себе искал часы на браслете с белым циферблатом. Он, правда, не белый. Он здесь вот опаловый. Он такой серо-белый, такой вот кремово-жемчужный. Очень красивый. Я жду с нетерпением, когда я на них смогу посмотреть. И, может быть, даже купить. Хотя, меня бесит, что эти часы всё-таки немножечко, чуточку несуразны на моей руке. Потому что они толстые и большеватые. Вот хотя бы их сделали 40 и чуть потоньше. Это было бы, это было бы для меня вообще просто sweet spot. Но, блин, всё равно. По-моему, они очень крутые. И всё может быть. Если я их увижу, голову снесёт и... Ожидайте. Может быть. Короче, циферблат очень классный. Тюдор молодцы. Но почему они не слушают вообще своих подписчиков? Почему подписчиков, говорю? Фанатов. Вот попробовали бы, изменили чуть-чуть. И, может быть, ещё больше продаж было бы. Ну, неужели нельзя вот этот механизм... Да, я понимаю, там GMT. Да, я понимаю, он требует большей толщины и так далее. Ну, сделайте не... Но всё равно я, может быть, их куплю. Они такие массивные, брутальные. Но вот это единственная классная новинка у Тюдора, которая прямо outstanding, которая очень выделяется. Тюдор. Респект. Жду не дождусь, когда я посмотрю на эти часы вживую. Очень быстро новинка от Сейка. Не хочу останавливаться на ней супердолго. Не хочу заострять внимание на... Не хочу углубляться. Просто, просто гляньте на новинку от Сейка. Это SBGZ009. Это лимитка. Это 50 штук. Они стоят сумасшедших денег. 79 тысяч долларов. Нереально дорого. Но на что я хочу обратить ваше внимание. И почему я, собственно, вам их показываю. Потому что вот в этом... Вот в этой модели все Сейка. Вот всё понятно, на что они делают акцент. Как они... Вот чем они бьют. Вот где их козырь? Правильно. Вот в этих необычных гранях, деталях, элементах корпуса, циферблатов. Вот даже всякие вот эти сноуфлейки, березы и так далее и тому подобное. И сейчас они делают вообще что-то невероятно вот нестандартное. Не такое, как у всех, выделяющиеся. И, конечно, вот в этом все Сейка. Вот однозначно. Вот это их вкус, стиль. Вот это их такая визитная карточка. Вот издалека прямо видно, что это Гранд Сейка. Да? Не Сейка. Это Гранд Сейка. 79 тысяч долларов. С ума сойти. Вы все знаете, насколько я люблю Шопар. Особенно Alpine Eagle. По-моему, самые красивые часы в мире. Невероятно классные. Тут они еще выходят в цвете циферблата лососевым. Плюс Super Thin. Их сделали всего лишь 8 миллиметров толщиной. Посмотрите на этот циферблат. Посмотрите на детали. Посмотрите на исполнение. Часы, от которых я всегда в восторге. 22 с половиной тысячи долларов. Это не лимитка. Ее можно будет купить всегда, везде. Это вам не Rolex. И с недавних пор, по-моему, я стал фанатом Шопар. Реально. Очень классные. И помните, я буквально один или два ролика назад говорил, что лососевый циферблат очень крутой, в тренде. И мне кажется, вот уже вы подустали от этих Тиффани цветов. Вот эти красные, желтые, зеленые. А вот тут вот что-то такое необычное. И для Шопар просто вот прям вписался этот цвет. Вся композиция просто шики-блеск. Шопар просто браво, просто мои аплодисменты. Ну, Джейкоб Пинко, он в своем репертуаре. Он, знаете, как Брюс Уиллис спасает людей от десяти тысяч человек. То есть, а также и Джейкоб, он делает часы от там скольких-то сотен тысяч долларов. Нет, хотя я знаю, у него есть дешевые часы, я знаю, не орите на меня. Но сейчас вот реально Джейкоб как бы выпустил в своей манере Часы за 20 миллионов долларов, 425 желтых бриллианта с невероятным весом в 216 карат. Часы в золотом корпусе с мануфактурным, скелетонизированным механизмом. А вокруг циферблата, обратите внимание, цаварит. Цаварит – это очень редкий ярко-зеленый гранат. Ну, ребят, 20 миллионов долларов. No comments, no comments. Просто каратенечко обращу ваше внимание на женские часы пиаже, которые мне очень понравились. Стоп, 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 стоп. Все внимание на часы, ребят, на часы. Мне кажется, конечно, максимально шикарное произведение искусства именно. Даже не часового искусства, в первую очередь. Хотя пиаже – это часовое искусство тоже. А вообще, вот ювелирного искусства. Максимальная утонченность, элегантность, жественность. Женственность. Ну, вот по-французски это называется шик. И все. Мне очень понравились. Я думаю, что все истинные леди должны быть в восторге. И все истинные леди должны хотеть себе именно вот такие часы. И еще я хочу вам показать часы женские, которые мне очень понравились. Я считаю, что это самые гармоничные часы. Вот гармония в том, как перекликаются материалы. Смотрите, вот в этих часах, которые я сейчас вам покажу, там и золото, и синий ремень, и бриллианты, и эмаль, и белый циферблат. И вот это все, вот это все. Я вам сейчас покажу, насколько классно и гармонично сделано. Ключевое слово в этих часах – гармония. Я считаю, что это очень, очень, очень красивые часы. Жожели Культер, Нью Реверса, богато декорированный корпус. Это, конечно же, стиль арт-деко. Белый перламутровый циферблат, который контрастирует с яркими цветами. Обратите внимание, вот на рамках эмаль. И все гармонично в бриллиантовой окантовке. Вот этот алмазный акцент по периметру и на корпусе, он создает такую оптическую иллюзию глубины и движения, согласитесь, да? Вот, то есть, такие вот вроде бы часы и часы, но там вот как будто что-то двигается, а еще и на солнце эмаль переливается, да еще плюс циферблат, вот такой вот он тоже перламутровый. Если бы я был женщиной, я бы обязательно себе захотел бы вот именно такие часы. Нет, ну вот те предыдущие пиаже и вот этот же Жожели Культер, и это просто сет, сет такой истинной леди. Так что вот смотрите, вот я считаю, что на этой выставке в 2023 году Watches and Wonders вообще ни разу не обошли женщин хотя бы вот этими двумя моделями, которые просто перекрывают, наверное, все вот эти мужские, но шикарные, шикарные модели. Друзья, смотрите, вот как-то так, что я сделал? Я предварительно никого не слушал, нигде ничего не читал, не смотрел. Вот это были исключительно мои эмоции, впечатления и мысли от новинок на выставке Watches and Wonders 2023. Вот я просто вот так вот взял фотографии. Много всего, кстати, много фотографий я взял с сайта Ходинки, с портала Ходинки, поэтому, если что, кстати, я даже ссылочку на них оставлю, потому что фотографии у них классные. Как-то так, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и можно еще поддержать меня там с Берчевы, ссылочка в описании. Ну и до новых волнующих встреч. Персидский, я сказал уже, да, это я. Всем чао-какао.